ФСБ задушит новый переворот. На это надеется в Кремле, наверное. Вот если Пригожин мертв, зачем Кремль приказал спецслужбам готовиться к возможному перевороту? Ну, дело в том, что Пригожин олицетворял собой достаточно большой пласт российского населения. Ему удалось своей театральностью, своим эпатажем привлечь к себе достаточно большое внимание россиян. И его речи находили отлик в, соответственно, сердца от людей. Поэтому, в общем-то, здесь он не одинок. То, что происходит в стране, в общем-то, ну, это просто неправильные, вообще как бы неправильные вещи. Но уже абстрагироваясь от войны, которую развязала Российская Федерация, Пригожин просто был таким народным героем. Который якобы борется против коррупции, против вот этого Министерства обороны, Которое забирает, с одной стороны забирают, мобилизуют граждан, А с другой стороны огромная коррупция, просто погрязли в миллиардных тщениях. И это борьба разных группировок. Уверен, что есть определенные силы, которые мне нравятся, как Путин ведет войну, во-первых. Как это происходит. Это силы, которые будут, безусловно, продолжать линию воинственную. Но они считают, что, в общем-то, все делается неправильно и все и делается медленно. Поэтому, в общем-то, ФСБ было дано такое указание. Но, на самом деле, здесь смешно для меня только потому, что и в недрах ФСБ, и вообще российских спецслужб, монолита просто нет. И многие в органах разделяли... А вот, Андрей, это следующий вопрос. Задушит ли ФСБ переворот или поддержит? Ни то, ни другое. Опять-таки, в связи с тем, что много флангов, много крыльев. И, в общем-то, здесь я не знаю, у кого большинство на сегодняшний день находится, кто больше, какая группировка имеет финансовые и не только преимущества. Но будет разделение, потому что я не исключаю то, что ФСБ внутри свой переворот совершенно другой планирует. Поэтому, в общем-то, здесь Путину и вообще всему окружению лучше быть на чеку, по большому счету. Потому что они, ну, как сказать, группировки ведь много, другу не доверяют. Поэтому, в общем-то, сгруппироваться в большом количестве нельзя. Ну, вот Пригожинский, вот этот так называемый мятеж, он выявил определенные, определенные лица, которые не идут с линии партии, да, в общем-то. Поэтому я говорю, что осенью будут обязательно перестановки, там исчезновения, какие-то еще, может быть, смерти, перетасовки на разных постах. Потому что монолита нету, Путин страной не управляет, управляют, опять-таки, разные группировки. У кого будет больше ресурсов, тот, в общем-то, наверное, и победит. Но, опять, они не могут это сделать, все открыто, все идет негласно, поэтому очень сложно разобраться, кто свой, кто чужой, кто засланный, кто не засланный. Поэтому, ну, перетрясут, перетрясут и спецслужбы, ничего в этом удивительного нету. А кто еще может поддержать переворот против Путина? Армия, Росгвардия, группа, полиция? Кто будет на чьей стороне? Или будет, как тогда с Ельцином было, да? Полиция и там, и там, армия и там, и там. На самом деле, это так и есть, потому что, действительно, в разных органах власти, в разных этих группировках есть и те, и другие, которые разделяют сегодняшние позиции, которые не разделяют, которые считают, что война, на самом деле, неправильная. Таких меньшинство, но они молчат. Те, кто считают, что война идет неправильно, и, соответственно, нужно смятить сегодняшнее руководство российской армии для того, чтобы по-другому вести войну. Такие люди тоже находятся. Но, опять-таки, в связи с тем, что это закрытый клубок, и все боятся как-либо озвучить свои симпатии, предпочтения и взгляды, пока, как бы, ну, я не вижу основания для какого-то переворота, вот буквально, если брать, как бы до Нового года, да? То есть я, действительно, не считаю, что какой-то переворот возможен сейчас. В дальнейшем, опять-таки, это все будет зависеть и от успехов украинской армии на фронте, от успехов санкционной политики, которые сейчас я посвятил, в общем-то, основную часть своего времени в рамках съезда народных депутатов, как спецпредставитель по санкционной политике. И, надеюсь, осенью будут какие-то процессы, которые смогут, в общем-то, если контрапупить, с такое словом, как бы, да, давно не употреблял, вот этих всех товарищей, которые на сегодняшний день являются военными преступниками, то уж как-то их немножечко тоже ввести от общественных каких-то дел в свои собственные, чтобы они заботились о своем собственном кармане и кошельках, и недвижимости, которые у них находятся на Западе, и меньше времени тратили на российскую повестку, потому что так и будет. Чем больше будет прессинг-санкций на конкретных людей, чем больше они будут заниматься и пытаться вытащить целые активы, и все время у них будет занимать именно это, а не думать, к какому лагерю присоединиться, чтобы обыграть ту или иную группировку. Вагнер таки остается в Беларуси. Точнее, часть, несколько сотен уже подписали Вагнеровцев в контракты с Министерством обороны Беларуси. И вот у меня тут вопрос. Это они подписались в Министерство обороны Беларуси или Беларуси-России? Если Беларусь, то зачем они Лукашенко? Ну, во-первых, они представляют угрозу. В первую очередь Лукашенко, потому что находятся они на территории Беларуси. Это первое. Поэтому, соответственно, им необходимо, ну, руководство Беларуси необходимо было как-то это все разрулить в нормальном виде. Подписание контракта, мне кажется, это хороший ход со стороны Лукашенко, потому что они, в общем-то, ну, как говно в проруби получилось, по большому счету. В России они фактически преступники, да, хотя нет и юра, де-факто. Им куда-то деваться надо. Если они подпишут контракт с Российской Минобороны, соответственно, их пошлют в бойню, как пушечное мясо. Это они тоже прекрасно понимают. А белорусская армия официально не участвует на сегодняшний день в войне. Поэтому, ну, вот, могут делиться, скажем так, опытом, что и собирались делать изначально для белорусской армии. Так что нет, по-моему, нет конкретной информации, сколько количества вагнозов вообще находится на территории Беларуси. Потому что цифры гуляют, они разнятся, нету твердой убежденности, о каком количестве речи вообще людей мы идем, разговор. Поэтому, как посыл, такая подача со стороны Лукашенко очень хорошая, на мой взгляд, потому что они, во-первых, ну, как-то будут под контролем и не будут заниматься тем, чем они занимались на самом деле на оккупированных украинских территориях. Это насилие, мародерство, убийство. Поэтому здесь, если отчасти у Лукашенко удастся их нейтрализовать и занять просто каким-то делом внутри белорусской армии, то это большой плюс для и Лукашенко, и Беларуси. Ну, и Путину, на самом деле, здесь тоже, мне кажется, выгодно, что не нужно, опять-таки, учинять разборки и поодиночке их отстреливать, убивать, как-то и тратить на это силы. Ну, опять-таки, мы, если бы знали точные цифры нахождения в Беларуси, тогда мы могли бы более четко представлять картину и дальнейшие действия поанализировать, что могло бы с ними происходить. А сейчас это, опять-таки, ну, сколько там человек? Ну, несколько сотен подписало. А, допустим, их там две тысячи. Условно, да? То есть, там две сотни подписало, а тысячи восемьсот. Что с ними делать, соответственно? Куда им деваться? Оставаться легально на территории Республики Беларусь им не позволено. Опять-таки, часть из них будет, уйдет в криминал. Это Лукашенко совершенно не нужно. Выдворить их как? Вагоны сажать и отправлять обратно, не знаю, в Россию? Так это же должны заниматься тогда российские спецслужбы. Этим они пока не занимаются. Поэтому, как бы, как шаг, я действительно считаю, что это неплохой ход Александра Григорьевича, который в последнее время, ну, как-то не отличался особым умом и сообразительностью. Вот. Так что, может быть, как-то еще он и сможет славировать и добиться того, чтобы самолеты российских войск не взлетали с аэродромов Республики Беларусь и не бомбили украинские города. Может быть, и так вот. А что думают сами ЧВКшники? У Вагнаров есть желание мстить за Пригожина? Ну, вы знаете, я не буду здесь лукавить, врать и обманывать. Я не знаю лично и не общался ни с одним вагнарцем. Поэтому, ну, я бы на их месте мстил. Вот лично я, если бы был, опять-таки, там в окружении Пригожина, если бы я вот идеологически одобрял все его действия, его поведение, его поступки, его дела, то, наверное, я бы был бы зол. В общем-то, и отомстить хотел бы. Но, что касается, опять-таки, реальной ситуации, не знаю. Ну, может быть. Опять, чтобы отомстить, нужна хорошая подготовка и группа. А в связи с тем, что российская служба очень умело умеет заниматься разводками, то здесь я бы не ставил больших каких-то денег на то, что они смогут что-то сделать. А вот если, допустим, допустим, Пригожин жил, если вот он... Я, кстати, допускаю это. Да? О, а давайте хорошо, подробнее. Почему? Ну, мне просто казалось, по всему поведению мы наблюдали достаточно долго за этим персонажем. Ну, кажется, он не казался мне, во всяком случае, идиотом. Да? То есть, вот я не мог сказать, что вот он идиот. Да, он военный преступник. Да, он убийца. Да, там, может быть, еще куча всего у него криминала. Но как-то вот идиотом он не читался. Было совершенно, не знаю, понятно и очевидно, что рано или поздно его грохнули. Ну, как-то вот... Да, ну, конечно, он не рассчитывал, что ракета с российской территории собьет самолеты, летящие на российские территории. Вот это, конечно, предвидеть мало кто мог. Ну, это уж какой-то такой, действительно, высший глотаж. Ну, вот. Ну, а то, что за ним была охота определенных лиц, даже если это не Путин давал указания, а я считаю, что уничтожить Пригожина, если он убит и погиб, это было решение Шойгу с Герасимовым. Ну, вот. Я, в отличие там от некоторых своих коллег по съезду народных депутатов, все-таки считаю, что Шойгу мог принять такое решение в обход Путина. Ну, вот. Ну, потому что, опять-таки, Путин все-таки не настолько сегодня мобилен, не настолько ориентируется в ситуации, в связи с тем, что он просто живет в зеркале, и у него совершенно ошибочное и другое видение, чем происходит на самом деле в мире. Но то, что он должен был опасаться за свою жизнь, безусловно, то, что он принимал определенные усилия для того, чтобы, опять-таки, обезопасить себя, ну, безусловно, то, что у него сохранились и были достаточно хорошие контакты с частью представителей кремлевской элиты, администрации президента, это тоже факт, поэтому, ну, немножко странная, скажем так, смерть, потому что были похороны, вот эти вот все такие шоу, устроенные там вчера в Санкт-Петербурге. Ну, не знаю, опять, если он... Хорошо, Пригожин жив, хорошо, Пригожин жив и прячется где-то или задумывает, как Путину горло перерезать где-нибудь ночью? Дело в том, что, опять-таки, если он жив, то я не думаю, что он считает, что Путин мог отдать приказ на его уничтожение. Их слишком много связывает вместе за долгие десятилетия. Мне кажется, даже если Путин сделал такой шаг, то просто Пригожин бы в него не верил. Поэтому то, что он может прятаться и вынашивать план, одно другому совершенно не противоречит. И уж, конечно, если это уж совсем такая экзотическая версия, не было этой сценировкой самого Пригожина, опять-таки, с разрешения Путина. Ну, я не хотел бы вообще в космологические теории уходить, потому что можно действительно... Хорошо, чем сейчас займется Пригожин, если он жив? Ну, наверное, отдышаться ему нужно немножко. И, опять-таки, отдышаться, переосмыслить ситуацию и готовить возмездие на тех, кого он считает своими врагами. Путин он врагом все-таки не считал, на мой взгляд. Поэтому, в общем-то, здесь... Ну, и сложно ему будет. Он знает прекрасно, какие меры предосторожности у Путина. И, в общем-то, по-моему, даже на встрече был двойник Путина, и Пригожин был в курсе. Где сейчас Пригожин? Если он жив, то он в Африке должен быть. Там он может затеряться, во всяком случае, достаточно легко. Ну, вот. Ну, нигде, в общем-то... Ну, я не знаю. Грубо говоря, конечно, можно предположить, что он находится на территории Российской Федерации, сидит в каком-то подвале. Ну, опять, в истории много случаев, когда долгие годы, десятилетия после Второй мировой войны, люди находились там в землянках, не знали, что закончилась война. Ну, такие случаи же были. Да, то есть, когда без каких-либо информации прятались. Просто прятались и жили годами. Вот. Ну, сегодня мы живем в 21 веке, когда, в общем-то, технические сложности преодолимы. Поэтому информацию достаточно можно успешно узнать. Ну, и, правда, быть заперезгованным в том числе и тоже. Кремль активировал давление на Европу. Новая неделя, каждая новая неделя, каждая новая порция поддержки России от европейского истеблишмента, если так можно назвать. То Саркази там что-то ляпнет, то Папа Римский имперские какие-то такие идеи выдвинет. Режиссер Триер даже, вот, мною никогда любимый. Почему так активизировались? Чего хотят? Боятся поставок чего? Ф-16, еще какие-то есть проблемы? Нет, нет, нет. Именно, опять-таки, сейчас я вернусь к санкционным вопросам, которыми я занимаюсь плотно. Действительно, плотно и уделяя полное время рабочее, и не только рабочее, на свои последние месяцы. Именно информация о том, что готовятся новые санкции, которые достаточно серьезно ударят не только по бюджету Российской Федерации, но и по ближайшему окружению Путина. Это все заставляет, эта информация, которая получается, естественно, через спецслужбы России, заставляет Кремль сейчас активно продвигать вот эти вот вещи с переговорами. И, в общем-то, ничего удивительного, что можно все вот эти заявления, ну, Папа Римский немножко удивил, безусловно, согласен. Вот, а все остальные никакого удивления нет. Нужно, если опять-таки, разбираться, чтобы взять Саркази, мы помним его участие в войне Россия-Грузия в 2008 году. Ничего удивительного нет. Он, по-моему, осужден за коррупцию во Франции, правда, не так жестоко, как должно было быть, и не та ответственность, которая должна быть за те действия, которые он совершал. Режиссер, прикормленные люди, опять-таки, огромное количество, мы видим же не только, допустим, известные вот эти лица, идет действительно массивная российская пропаганда, выделяются огромные средства сейчас для того, чтобы пропихивать в разных изданиях, достаточно известных авторитетных изданиях те или иные статьи для изменения общественного мнения в западных странах. Именно потому, что сейчас идет действительно интенсивная подготовка к новой санкционной волне, которая осенью, по моей информации, осенью, в октябре, в ноябре, в общем, должно быть достаточно серьезные санкции введены. И вот как раз этим мы занимаемся, съезд народных депутатов. Можно чуть-чуть приоткрыть завесу? Что такое серьезные санкции? Ну вот мы настаиваем со своей стороны, представитель СНГ по санкционной политике, настаиваем на полном экономическом политическом эмбарго. Мы настаиваем это уже с начала первых дней полномасштабного вторжения. Речь идет об заморозке недвижимости и дальнейшей ее отторжении от владельцев, соответственно, конфискации понимания сегодняшнего дня. И вот эти вопросы очень болезненны для российской элиты. Представители России пытаются в себе правдами и неправдами, тратя огромные миллионы на лоббирование интересов, вытаскивание себя из-под санкций, те, которые уже находятся в них. И те, кто понимают, что их может затронуть, они пытаются заниматься лоббизмом, чтобы не включены были их санкции. Я сейчас на самом деле ощущаю огромное давление на себя лично, именно потому что я поднял публично эти вопросы некоторое время назад. И я буквально недавно вернулся из поездки в Соединенные Штаты, который как раз занимался санкционной политикой. Вчера был достаточно такой большой подробный эфир расследования на канале Фегин Лайф. Это такая часть верхушка айсберга. Команде СНД удалось достаточно много сделать по выявлению новых объектов недвижимости у фигурантов, как включенных в список, но почему-то их недвижимость не находится под арестом, так и потенциальных кандидатов, которые мы уже направили в правоохранительные органы Соединенных Штатов. Сейчас идет достаточно серьезное взаимодействие между съездом и правоохранительными органами США именно по линии санкционной. Поэтому санкции действительно полуработающие. Скажем так, почему? Потому что Россия очень удачно умело умеет обходить эти санкции. То есть сейчас санкции будут на тех людей, которые помогают обходить и компании. И это санкции не только на россиян, а санкции уже на представителей разных стран, которые в обход действующему санкционному закладательству поставляют России и элементы вооружения, и другие вещи и товары, которые находятся в санкционных списках. Ну и, соответственно, взаимодействие с теми предприятиями, которые находятся в санкционных списках. Поэтому, в общем-то, России, благодаря Китаю, кстати, достаточно удачно удается пока обходить эти санкции. Поэтому, в общем-то, именно та информация, которая получена была российскими спецслужбами о готовящихся санкционных вопросах осени, и заставляет Кремль сейчас вытаскивать наружу спящих агентов, платить достаточно большие средства для продвижения своей поездки дня в западных СМИ. Ну, то есть, в общем-то, действительно, они опасаются этих вещей, когда кислород в виде вот этих вот серых схем будет перекрыт. А он будет перекрыт, потому что иначе, иначе это просто бессмысленное занятие санкционными вещами. Просто действительно бессмысленно, они действительно умело пока обходят их. Все эти ручейки, все эти потоки необходимо перекрыть, и они будут перекрыты. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, здесь нужно продолжить фразу. И вот фраза первая. Следующий. Кого устранит Путин? Будет? Ну, я бы хотел, чтобы это был Шойгу. Я бы хотел, чтобы это был Кириенко. Потому что на сегодняшний день это два главных двигателя войны против Украины. Шойгу в военном смысле, а Кириенко в политическом. Поэтому это два главных военных преступника, которых, я считаю, просто должны быть уничтожены, по большому счету. Если Путин их отстранит, это будет очень здорово. Пригожина запишут в списке святых, если... Никаких, если. Его уже записали. Вы что, икона не видели с Пригожиным, что ли? Сколько я в жизни пропускаю, пока беру интервью. Вагнеровцы отомстят за Пригожина при условии... При условии, что найдут последователей и соприкоснутся с частью российских спецслужб, которые заинтересованы в устранении Путина. И вообще с теми группами, которые заинтересованы. Поэтому, ну, я опять-таки даю очень маленький процент на такое развитие событий. Элиты смогут сбежать из России и от Путина, если... Если сегодня выполнят условия украинской стороны. НЗК, по-моему, четко дало понять и все критерии официально вывесены. При каких условиях могут быть сняты санкции с того или иного лица. Как можно избежать малой кровью, не потеряв все свое имущество. Поэтому, милости просим, выполняйте украинские требования. И тогда вы сможете сбежать от Путина. Ну, я-то противник. На самом деле, я хочу дополнить, что лично я считаю, что этих людей отпускать никуда нельзя. Откупиться им нельзя. Но раз официальные власти Украины приняли подобное решение, я его уважаю и мне придется его соблюдать. Когда доллар будет по 150 рублей, тогда россияне? Доллар по 150 рублей будет, если Путина удастся так называемые выборы в следующем году провести в таком лайтовом режиме. И через неделю, через месяц после выборов он будет 150. Поймите, 150 рублей за доллар сегодня Путину не нужно. Вот ему нужно было, он девальвировал его на 40%, получив огромные средства в бюджет для покрытия расходов на военные нужды. Будет необходимость, опять-таки, вот осенью будет мобилизация, будут новые контракты, будет новый призыв. Это все потребует средств в следующем году, соответственно, придется девальвировать рубль. И при том потоке сегодняшней валюты, которая идет в Российскую Федерацию, достаточно будет удачно это сделать. Ну вот я перед выборами это сделать нельзя. А после выборов совершенно спокойно они просто это сделают автоматом, только потому, что нужно будет расплативаться по долгам. Нужно будет расплативаться по долгам. Они сейчас это действительно прекрасно сделали с 60 до 100 рублей. Апустив рубль. Ну, как бы, удачно. Фактически, это картили долги на 40%. Набиулина очень удачно провела, значит, расчистку завалов и неплатежей. Андрей, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика. Хорошего вам дня и ждем победы Украины. Дякую. Будь ласка. Будь ласка.